Погода, еще раз, всегда она носит очень такой нерегулярный характер. Ну, обычно классический пример у Пушкина в тот год осенняя погода, стараяла долго во дворе. Снег выпал только на третью ночь. Представляете, снег выпал на третью ночь. А это значит, по нашему стилю, это 13-го числа, то есть даже 15-го числа января. Вообще вот это глобальное потепление, которое происходит, особенно в Арктике оно заметно, в летние месяцы покрытие льда уменьшилось в более чем в два раза. Это действительно так. Это вызывает, помимо всего прочего, всякие ожидания неприятные, которые возможны. Давайте разберемся на радио «Звезда». Здравствуйте, с вами Василий Журавлев. Сегодня давайте разберемся. То, что в данный момент происходит в мире, это новая климатическая эпоха. И вообще, минувший год во многом изменил жизнь человечества, и виной тому не только пандемии коронавируса, войны, громкие политические события, но и природные катастрофы. На связи академик, доктор физико-математических наук, Роберт Нигматуллин. Роберт Искандрович, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, мы можем вообще говорить что-либо о новой климатической эпохе? Ну, так, чтобы сказать, эпохи не могу, потому что, допустим, 60 миллионов лет тому назад было жарко, и даже на дне океана было, и там положительный плюс 9 или 7 градусов, так вот примерно прикидывает. Да, наблюдается глобальное потепление, но это глобальное потепление исчисляется градус, два градуса, кзади, несколько десятилетий. Это наблюдается, да, и с этим возникают некоторые аномалии. Ну, аномалии всегда были. Жизнь никогда не течет ровно, и погода тоже неровна. Год от года разный. Бывает, засухи бывали, да, наоборот, заливало. Ну, вот есть даже такое вот понятие, как парад катаклизмов, который произошел в 20-м году, и продолжается и сейчас, что самое интересное. Я имею в виду про то, как, например, в Сахаре замерзают верблюды, но в Москве снег это всегда, он был, мне кажется, нормален, но сейчас просто давно его не было. Сильнейшая снежная буря региона Испании превратила в зоны бедствия. На Сицилии извержение этно. В США, давайте посмотрим, что в Техасе творится, вот это похолодание аномальное, минус 15. Они там никогда в жизни этого не видели. И все это вот практически одновременно. Ну, всегда что-то одновременно. Действительно, есть некоторые необычные, потому что снега много было, и холод был, и как в Америке, так и в Европе. Это действительно необычно. Но погода, еще раз, всегда она носит очень такой нерегулярный характер. Всегда. Ну, обычно классический пример, у Пушкина в тот год осенняя погода, стараяла долго во дворе. Снег выпал только на третью ночь. Представляете, снег выпал на третью ночь. А это значит, по нашему стилю, это 13-го числа, то есть даже 15-го числа января. Всегда было, и раньше бывали отклонения. Единственное добавляется, что сейчас действительно наблюдается некое глобальное потепление, среднее потепление. Оно может вызывать, конечно, дополнительные, наверное, катаклизмы. Люди это вот изучают. Вот. Но так какие-то катастрофические сейчас изменения, которые бы произошли, всегда где-то и в Сахаре бывали такие времена, когда вдруг выпал снег. Ну, бывают такие флуктуации. Скажите, а у природных аномалий может существовать взаимосвязь? Ну, вообще, вот это глобальное потепление, которое происходит, особенно в Арктике оно заметно, в летние месяцы покрытие льда уменьшилось в более чем в два раза. Это действительно так. Это вызывает, помимо всего прочего, всякие ожидания неприятные, которые возможны. Потому что вот это один-два градуса, который наблюдается, вроде бы с точки зрения физики ничего страшного. Ну, подумаешь, на два градуса холоднее, там, или два градуса теплее. Но для биологических систем это может представить определенную проблему, потому что если у нас температура нашего тела 36,6, мы здоровые люди. А если 37 на градус выше, 37,6, то уже явно это больные. Поэтому, конечно, особенно это может существенно сказаться на микроорганизмах, на вирусах, на бактериях. И поэтому люди ожидают, изучают такие проблемы. А не могут ли климатические изменения, вот такие вот уже глобальные, привести вот и в том числе к усилению пандемии, всяких появлений, мутаций разных вирусов и бактерий. Да, такая проблема есть. Дело в том, что тот же самый журнал «Сайенс», он публиковал статью о том, что в тот момент, когда вроде бы как на вот том самом рынке в Ухане там был циклон. Вот это вот как-то может быть связано? Я не думаю, что... Вообще то, что появился ковид там на рынке в Ухане, это же тоже до конца неисследованный вопрос, то есть неоднозначная точка зрения у всех ученых. Комиссия ВОЗ это не подтвердила? Конечно. Вообще повышенная температура где-то там и так далее, влажность, она, видимо, может способствовать разным мутациям. То есть вполне возможно влияние потепления какого-то климата или увлажнение по каким-то причинам. А увлажнение будет, потому что раз повышается температура, 72% поверхности Земли покрыта водой, значит увеличивается пара содержания. А сколько пара воды испарилась, столько же обратно падает на Землю. Поэтому, в принципе, такие связи возможны, но они не доказаны, и это еще требует дополнительных исследований. Это все довольно сложное исследование, когда нужно найти связь разнородных явлений. Это сложно, этим надо заниматься. И вот, кстати, еще одно исследование. Скорость циркуляции воды в Атлантике, например, упала до самого низкого за тысячу лет уровня. И есть подозрения у ученых, что не избежать ледникового периода. Опять паника? Ну, это так называемая гипотеза или такой сценарий. Он разыгран в фильме The Day After Tomorrow, то есть послезавтра. Он, по-моему, у нас в России показывался, в Америке был. Да, действительно, якобы из-за того, что потеплели ледники в Гренландии, в сток воды, и он приостанавливает Гальфстрим, а в результате приток тепла с юга, то есть в районе Нью-Йорка, значит, и Нью-Йорк охладился. Но вообще такой сценарий пока не просматривается, потому что каждый год наши ученые Института кинологии Минишершова ходят на 60-й градус между Гренландией и Шотландией и мерят Гальфстрим там и как, что с ним происходит по глубине и вдоль всей между Шотландией и Гренландией. Да, есть коребания, то есть есть тенденции понижения Гальфстрима, потом повышение его есть, но тренда наши ученые не нашли, тренда нет пока. Если он будет, то, конечно, наши ученые об этом будут говорить. И, кстати, наиболее интенсивное исследование в этом районе, именно где окончается Гальфстрим и там развиваются вихревые циркуляции, циркуляционные потоки, теплая вода прогревает воздух и он идет на восток, в том числе в Европу и к нам, а сама вода охлаждается и она погружается вниз и по промежуточным и глубинным водам возвращается на юг. Вот это явление исследуют наши ученые экспериментально, то есть в экспедиции ходят и кроме того есть люди, которые создают математические модели и рассчитывают такие течения. Этим люди занимаются, но такого сказать, чтобы вот серьезные катастрофические изменения Гальфстрима такого нет. Давайте разберемся. О климатических изменениях на планете и о их причинах я беседую с академиком, доктором физико-математических наук Робертом Нигматулиным и хочу напомнить, что самые интересные выпуски программы «Давайте разберемся» вы можете посмотреть и послушать прямо сейчас на канале «Радио Звезда» в YouTube. Так что заходите и подписывайтесь. Роберт Искандрович, вот какой вопрос. Сотрудники Института географии дальневосточного отделения РАН не то чтобы бьют тревогу, но очень волнуются о том, что из-за глобального потепления в Сибири начала таять мерзлота, а там в этой мерзлоте какое-то потрясающее количество тонн углерода. Ну да, метан. Вот к чему это может привести? В принципе, выделение метана, метан это тоже парниковый газ, он в газогидратном состоянии, в твердом состоянии, в растворе с водой, на больших глубинах находится, и конечно, если он освободится, то люди этого побаиваются, но исследования пока показывают, что вот таких вот серьезных усилений потока метана в Арктике и там в Сибири этого нету, потому что метан, газогидрат, залегает основная масса на больших глубинах, а до больших глубин потепление воздуха, которое, оно не доходит, и поэтому сейчас вот такой бить тревогу, в основной источник метана из 500 миллионов тонн метана в год примерно в атмосферу попадает с поверхности, 350, это антропогенный фактор, это мусорные всякие свалки, это нефтегазовое производство, нефтехимические заводы и так далее, вот откуда в основном идет, а 350 это антропогенный фактор, а природный 150 примерно, и в общем природные источники метана, они нашими учеными изучаются, есть институты, есть серьезные книги, труды, вот, и так, чтобы бить вот сейчас тревогу о том, что сейчас метановая катастрофа наступает, которая усиливает потепление нашего воздуха, мы не разделяем, за этим надо изучать и следить, есть метановые выбросы, наши ученые, вот Б.Г. Явленский, член-корреспондент Академии, он изучает, подробно ездит в те места, где вдруг какие-то вот в Арктике выбросы происходят, и это действительно метановые выбросы, такие возможные, да, они имеются, но пока что говорить о глобальном факторе этих источников, пока мы не говорим. Ну, раз уж мы сегодня перечисляем все возможные версии экологических катастроф и климатических изменений на планете, не могу не спросить вот о чем, 42 тысячи лет назад из-за смены магнитных полюсов Земли случилась экологическая катастрофа, и следы вроде бы как ученые уже нашли, и сейчас пошли разговоры о том, что все это может повториться. Ну, 42 тысячи лет тому назад, через 42 тысячи лет тому назад в таких масштабах все возможно, кстати, магнитных полюсов Земли, когда есть мутация оси Земли, которые, но это масштабы десятки, 23 тысячи Земли, лет примерно период обращения по оси вращения Земли, оно действительно происходит, это, конечно, влияет на климат, но это влияние на климат в масштабе десятков тысяч лет, нас же интересует не десятки тысяч лет, а нас же интересует ну, десятилетия, вот до конца 21 века, потому что дети наши, внуки наши будут еще жить до конца 21 века, это нам очень важно и интересно. Ученые изучают и более длиннопериодные изменения, связанные с астрономическими обстоятельствами, вот с изменением осей Земли, а так, чтобы ожидать, что перевернутся полюса в ближайшие там столетия, не приходится. Вот, кстати, к астрономии поближе. Дело в том, что по данным ученых, опять же, сейчас солнечная активность минимальная, и это происходит раз в 11 лет. Изменение солнечной активности, общей энергии падающей на Солнце, это порядка десятые доли процента. Кстати, это происходит не только из-за активности Солнца, но и происходит изменение поступления солнечной энергии из-за того, что в основном Юпитер и Венера, они то оттягивают Землю Юпитера к себе, отдаляют от Солнца, Венера то притягивают, но это создает некоторые сезонные изменения, но эти сезонные изменения порядка градуса, не больше, в среднем по Земле, поступление энергии, соответственно, да, происходят вот такие колебания, и, конечно, когда они могут накладываться, те или иные причины, ну, вот эти всплески могут быть. Ну, да, и, кстати, эти же исследования говорят о том, что вроде как солнечная активность с пандемией ковида связывают. Это, конечно, нужный я думаю, это не очень вероятно, потому что, я же вам сказал, активность Солнца меняется в период 11-12 лет, а амплитуда десятой доли процента, поэтому это, в общем, небольшая. Но, есть но, вот я это обсуждал с некоторыми учеными, потому что на нас и вообще на климатические обстоятельства парниковые эффекты влияет не весь спектр энергии, а отдельные части спектра. Вот может быть там колебания побольше, может быть, но это требует дальнейшего исследования. Конечно, солнечная активность может влиять на создание микроорганизмов, там, вирусных образований, это не исключено. Вот, кстати, очень много разговоров ходит про появление новых вирусов, неизвестно, что нас ждет, особенно, вот, в следующем году, может быть, через два года, через пять. Знаете, как, конечно, нас много чего неизвестно, чего нас ждет, но то и будущее, чтобы оно, в общем, не было достаточно определенным. Оно такое, да, конечно, но только не нужно катастрофических настроений распределять, мы должны конструктивно подходить ко всяким таким катаклизмам, которые время от времени, конечно, бывают. Если мы будем развивать научно-технический прогресс, новые технологии, каждая новая технология приводит к проблемам, вот мы сжигаем много углерода, особенно, 200 лет, ну, 100 лет, особенно сильно, вот, последние, нам жизнь становится более комфортной, но, к сожалению, это создает новые проблемы. Но, опять же, эти проблемы, которые создают, мы сами создаем природные изменения, мы сами же с помощью научных методов будем преодолевать. Другого пути нет, мы не можем вернуться в пещеры, перестать сжигать топливо, мы можем уменьшить сжигание топлива, возобновляем источниками энергии, развитием атомной энергетики, атомная энергетика в этом смысле для климатических изменений является наиболее благоприятной. То есть, надо опираться не на слухи и домыслы, а нужно верить в научно-технический прогресс, поддерживать науку, когда мы преодолеем все проблемы, которые перед нами возникают. А что вот, например, скажете, кстати, это касается выбросов, очередные новые данные американских ученых, которые говорят о том, что, например, тот же самый майнинг, что касается биткоина, криптовалют, он может привести к очень плохим изменениям в атмосфере. Вот я это никак не могу понять, почему майнинг, может, там много энергии, что ли, тратится на него. Может быть, это из-за того, что вот эти вот фермы, они должны очень хорошо охлаждаться. Может быть, дело в этом? Я не в курсе вот от всей этой майнинговой и биткоиновой проблем, как это получается, поэтому ничего не могу сказать. Но не верю в это, что вот эти биткоины могут привести к изменениям. Должен сразу сказать, что есть такая цифра, я ее слышал, что затраты на поддержание интернета, а ведь компьютеры, которые все включены, они же много энергии потребляют. Потребление энергии мегаваттами исчисляется, компьютеры, значит, на них уходит энергия, значит, индустриальная энергия, электричество. И оказывается, воздействие радиации вот этого углерода, СО2, например, из-за этого, из-за интернета, гораздо выше, чем радиация углекислого газа мировой авиации. Вот представляете, как, вот даже интернет, и то, он тоже вносит вклад в излучение углекислого газа, потому что на поддержание интернета требуется энергия, а энергия, это связано в основном с сжиганием угля, нефти, газа. И вот опять хотелось бы вернуться к истории, что не нужно катастрофические идеи разжигать. Вот то, что произошло в Москве этой зимой, ведь это же всегда было нормально, и вдруг ни с того, ни с сего стали называть снегопады в Москве аномальные какой-то... Ну да, давно такого не было, это действительно, но я детство свое помню, я вырос в Москве в центре города, я помню, бывали такие сугробы у нас во дворе, но город был не такой большой, не так было много автомобилей, и поэтому эти сугробы, и вот снег на улицах, он не вызывал, видимо, такой вот паники, что ли, да? В принципе, справляемся мы с этим делом, просто очень много автомобилей, много запарковывается во дворах, вот в моем детстве никаких автомобилей во дворах не было, никаких вообще автомобилей не было, но сугробы были огромные, мы прыгали за здание там от первого и второго этажа прыгали вниз в эти сугробы, я это помню, вот такие были зимы, а потом я помню вот в 70-е годы в Москве то же самое, все новогодние праздники мы проводили в луже, вместо снега были вот дожди шли, и такие периоды были, ну в общем, вот что же сделаешь, погода не является всегда однородной, год от года она разная, я же еще раз подчеркиваю, история знает наша, что вот какие-то годы были засушливые, из-за этого засуха тогда не было методов, в общем так, защиты от этих засух, и связи не было, и люди голодали, а потом бывали, когда все урожаи гибли, потому что заливало водой, это все было, я же еще раз говорю, нужно отделять катастрофы от флуктуаций, и если мы не готовы, то вот эти флуктуации могут приводить действительно катастрофическим последствиям, но человек, вооруженный знаниями, техникой, хорошим управлением, системой управления, всеми этими дворовыми делами, положением в городе и так далее, наведением порядка в городе, то это гарантия того, что мы будем все это нормально преодолевать, но конечно наблюдается и вот влияние глобального потепления, оно есть, это уже более такое не флукмация, это уже идет такое постепенное увеличение средней температуры, оно монотонно происходит, тут никуда не денешься, и это может приводить, конечно, к серьезным последствиям, которые тоже мы будем преодолевать с помощью научных знаний. Давайте разберемся. О климатических изменениях на планете и о их причинах я беседую с академиком, доктором физико-математических наук Робертом Нигматулиным, и хочу напомнить, что самые интересные выпуски программы «Давайте разберемся», вы можете посмотреть и послушать прямо сейчас на канале «Радио Звезда» в YouTube, так что заходите и подписывайтесь. Знаете, такой вопрос, который касается все-таки, наверное, тоже Москвы, ну и вообще тех больших городов, мегаполисов, где применяются вот эти реагенты, ведь они же тают, идет испарение. Это да, это, конечно, вот все эти посыпания солью, а мы вынуждены сыпать соль, потому что иначе будут аварии на автомобильные столкновения, мы вынуждены это делать, люди будут падать, что же делать, приходится сыпать, но надо придумывать такие, которые не наносили ущерб природы, потому что это же соль, она постепенно падает в реки и из реки и так далее, и так далее. Да, нужно разрабатывать новые методы борьбы с солью. А насколько далеко эта соль, попав в землю, как далеко она может распространиться? Ну, так же, как и мусор, который мы, вот сейчас проблема мусора везде, в нашей жизни мы все потребляем столько пластика и потом его куда-то надо девать, надо его перерабатывать, иначе он вообще завалит наши территории. Да, эти проблемы есть, и проблема соли, вот, которую зимой мы вынуждены посыпать, это весь мир этим пользуется, везде, весь мир посыпает, иначе же ездить будет нельзя по городу, жизнь замрет, ну как без автомобиля же мы не можем, приходится это делать, но выход из этого только один, нужно разрабатывать такие смеси, которые бы наносили меньше ущерба природы, а не запрещать использование этой соли, это еще хуже будет. Ну, хотя раньше сыпали песок, и все было хорошо. Песок, ведь он же не приводит к тому, что у вас растает, ну, меньше скольжения, конечно, но соль. Ну, так или иначе, конечно, не стоит говорить о каких-то грядущих катастрофах, которые прямо рядом с нами, но какие-то новые климатические все-таки варианты нас все-таки ждут. Конечно, конечно, мир будет меняться из-за вот глобального потепления, и люди думают, как к ним приспособиться, но более серьезные, не менее серьезные, вернее, проблемы перед обществом стоят, конечно, чтобы порядок в обществе был, чтобы экономика развивалась, чтобы настроение людей было нормально, чтобы не было бедных, вот об этом тоже нужно думать, и это более серьезные проблемы, которые перед нашей страной и перед другими странами стоят. Поэтому не надо концентрироваться только на проблемах, связанных с погодой, надо концентрироваться на своих собственных человеческих проблемах, это тоже очень важно. О погодных историях, о природных катастрофах, будет или не будет новая климатическая эпоха на планете, мы беседовали с академиком, доктором физико-математических наук, Робертом Нигматулиным. Роберт Искандорович, спасибо вам огромное. Всего доброго, успехов вам, не болейте, думайте о себе и следите за своим здоровьем. Спасибо вам тоже здоровье. Еще раз хочу напомнить, что самые интересные выпуски программы «Давайте разберемся» можно посмотреть, послушать прямо сейчас на канале Радио ЗВД в YouTube. Заходите, подписывайтесь. С вами был Василий Журавлев. Всего доброго. Давайте разберемся на Радио Звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова